Приём-приём, сталкеры и сталкерши на связи, конечно же, сегодня сталкер Шэдди Мэн. Как вы помните, за мной должны были прислать какого-то, так скажем, проводника. Я его жду-жду, но никто так и не появляется, а связь с Вермутом у меня просто не получается восстановить. Я не знаю, такое чувство, как будто бы либо мой ПДА сломался, либо Вермут оказался предателем. Кстати, сегодня в серии произойдёт очень важный поворот событий, так что смотри эту серию до самого конца. А также у меня для тебя есть тематический вопрос, видишь, у меня за спиной, да-да, именно вот эту эмблему. Напиши, кому в сталкере принадлежит, какой группировке эта эмблема принадлежит в комментариях. Там, монолит, бандиты, военные, учёные, вот просто напиши слово в комментариях, а потом обязательно поставь лайк под этим роликом, и я посмотрю, сколько из вас это знают. Ну а те, кто из вас ещё не подписаны на канал, нажимайте на эту красную кнопку подписаться, и никогда ни один ролик по Майнкрафту на этом канале ты не пропустишь. Ну а теперь я желаю тебе приятного просмотра и приятного аппетита, если ты их кушаешь. Если я ещё минут 20 тут буду сидеть, у меня по-любому костёр потухнет, и я тут точно не знаю, что со мной тогда произойдёт. Я тут от холода, мне кажется, этому бревну точно примерзну своей пятой точкой, и отсюда точно уже никуда не сдвинусь. Потому что что-что, но как я понял, в этой чернобыльской же зоне отчуждения, в Припяти ночью уж до жути холодной, а тем более я тут далеко-далеко от города ещё нахожусь. Эх, что-то не понимаю, я ничего, такое чувство, как будто бы меня просто, не знаю, кинули здесь, в этой зоне отчуждения, и со мной даже связываются, как будто бы никто не хочет. Я не знаю, как мне отсюда выбираться. Но мне же Вермут сказал, что должен какой-то человек, якобы сталкер, за мной прийти, меня из этого ангара забрать. Но я сколько времени уже жду, за мной никто не приходит. Ещё раз, Лан, давай ещё раз, ПДА, пожалуйста, не подводи меня, только, пожалуйста, давай, работай уже. Приём, Вермут. Вермут, как слышно, это я, сталкер-одиночка, Шэди. Нахожусь в ангаре, в котором ты не сказал находиться. Вермут, приём. Давай, ну, пожалуйста, приём, Вермут, кто-нибудь на базе, там, сталкеров, Сидорович. Кто ещё там, Шмель, Садовник, там, ребята. Я не знаю, короче, я не знаю, не знаю, не знаю, что делать. Я, правда, просто у меня паника, меня накрывает полностью, я оказался посередине этого. О, всё-всё, приехали, походу за мной приехали. О, наконец-то, наконец-то, я уже, правда, думал, что меня Вермут просто кинул, как бы, или... А, нет, стоп. Стоп-стоп-стоп. Стоп, там точно больше одного человека, а мне сказали то, что за мной... То, что за мной, как бы, это... Должен какой-то человек прийти. Так, ну-ка я послушаю сейчас. Опа, внимательно, что это там? Да я точно к братва вам говорю, он сюда забежал. Ладно, давайте здание оцепляем, нас, как-никак, человек здесь побольше, не думаю то, что эта одиночка сможет с нами справиться. Мы сейчас достаточно далеко, тем более от территории бара находимся. Давайте, нам никто не скажет, эти вояки и монолитовцы нам даже бошки с вами не подкручивают. Всё в правил делах, как бы, всё в порядке, давайте. Сейчас завалимся в этот ангар, он оттуда даже сбежать никуда не сможет. И деньжат за него нам отвалят дофига, по-любому у него артефакты даже при себе имеются. Так, это чё за разговоры такие идут? Эй-эй-эй-эй! Чё это такое-то, эти что ли, блин? Снова с масками эти припёрлись сюда. Кстати, по поводу... Кстати, а что он сказал? Бар? Тут бар какой-то есть, и почему они этого бара так боятся? Так, нужно добраться, наверное, до туда, до этого бара. Возможно, это единственное место, в котором меня могут как-то спасти. Так, артефакт, но он у меня пропал куда-то. А нет! Заряд мистического лазерного шторма, вот он у меня! Так, я понял. Видимо, артефакты себя тоже странно ведут, а возможно, этот артефакт, он просто иногда пропадает, иногда снова появляется. Так, ну чё мне делать тогда попробую? Я, правда, не знаю, сколько их там, но это явно не те люди, которые мне сейчас помогут. Так, чё у нас? А-а-а! Я же говорю, это эти! Снова припёрлись за мной! Нет! Всё, я валю отсюда! Так, сейчас я попытаюсь вот сюда залезть. Они даже плакат сместили бандосовский. Так, ну давайте, 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 подходите. Так, где мой пистолет Макарова? У меня патроны-то есть там на нём, нет? Потому что, блин, патрона, что ли, нет? Магазина даже нет, ёперный театр. А тут есть магазин? Что ж такое-то? У меня же Макаров был нормальный действующий. О, вот он есть. Нормально. Всё. Так, давайте, бандосы. Нет, 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 если меня сейчас подстрелят, я отсюда точно никогда не выберусь. Так, ну чё, где они там? Чё, они забоялись, что ли, меня атаковать? Их же там больше, чем меня, явно. Так, ну чё, где они там? Давайте. А, вон он, бандосина. Так, сейчас я тебе бошку отстрелю. Так, на тебе, получай, есть. Одного завалил. Всё, нормально. Нормально, сейчас главное вот так вот между столбами маневрировать всё время. Так, на тебе, на тебе, ещё получай. Ага, сейчас думали то, что я просто так, что ли, вон дамся. Нифига подобного, у вас вообще ничего не получится. Так, так, это мне не надо пока что. Так, давайте сюда, попробуйте. Они даже на машинах приехали. Так, где все остальные? Вот они, возле этого стоят. Так, на, ну ай, блин, с двух сторон сожжали твою, твою дивидио. На тебе. Так, ещё последний здесь остался. Есть. Всё, бинты, бинты, бинты. Господи, царапнули. Ещё, ещё. Всё, так, а нет, у меня есть аптечка. Так, аптечка, опа, тоже использую, потому что дезинфицировать нужно рано обязательно. Ух ты, сейчас у них я там пособираю полезного всего. Так, это тоже сейчас дозаряжу сразу. Ой-ой-ой, не туда, не туда, назад магазин, назад магазин. Мне нужно патроны сюда вставить. Всё, великолепно. Так, всё, я эту братву чернобыльскую завалил, что ли, получается? Это чё там такое? Это чё там такое? Не понял. Так, ладно, сейчас не об этом, сейчас не об этом. Ух, сколько вещей, это сколько вещей у них в карманах тут было-то, а? Ага, сейчас думали то, что я просто так дамся им, ага. Так, всё, я всё забрал? Так, по-моему, всё забрал. Так, сейчас пока что я здесь тогда закроюсь. Так, ПДА, ПДА у меня звуки какие-то издаёт, но при этом не работает. Ух ты ж, сколько калашниковых у меня. Сколько же продать можно будет всего? ИПМы продам. Так, ух ты ж, а патронов-то сколько? Это получается, у меня сейчас целых два магазина на АКС есть. Обалдеть, можно два магазина на АКС. Мне бы, конечно, винторез найти, но... Ладно, ух ты, вода. Вода, 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 это то, что мне не хватало. Так, всё, отличненько. Это мы всё сделали. Здесь мы стекло это скидываем. Так, и, наверное, нужно... Ладно, не буду тушить, потому что мне тушить-то нечем. А как бы можно по-пионерски, как бы, что там, это, пописать сюда. Всё это затушится. Но нет, у меня пока что не охота в туалет по-маленькому. Воду я на костёр тоже тратить не буду. Так, что у них ещё было? Насколько я понимаю, патроны. Вода была, четыре пузырька. Так, и всё. Так, и на этом всё. Так, что у них тачки проверят, что ли, тогда? Сейчас, ладно, проверю заодно машины, что у них, интересно, тут валялось. Да так, это пустая абсолютно. Эти бандосы, они сами тут местные, так скажем, не особо богатые люди, видимо, в этой чернобыльской зоне. Ёпер, ну что они там за... Что это такое вообще? Это, по-моему, это реально аномалия какая-то. А её можно собрать как-нибудь? Вон она какая-то огненная. Обалдеть, конечно. Нет, честно говоря, вот так зону... Обалдеть, какое небо-то тут в Припяти? Офигеть, это всё аномалии, что ли, такое небо сделаю? Я ещё ни разу просто ночью, получается, не бегал здесь. Обалдеть, можно, нет. Чернобыльскую зону отчуждений, вправду, очень-очень интересно исследовать. Так, ладно, мне нужно туда пройти. Мне сказали то, что, вернее, я слышал из разговора этих бандосов, тут какой-то бар якобы должен находиться. Так, может, это дружелюбная аномалия? Это точно, да, это аномалия. Так, сейчас попробую пройти. Так, ай, нифига. Так, ладно, бьёт она не сильно. Бьёт она не сильно, значит, радиация не очень уж и сильная. Да и тем более у меня... Я в руках с ПДА пойду, короче. Вот. ПДА... Там ничего не свистит, никакого... Ой, я прохожу. Я прохожу. Ай, блин, сильно откидывают. Так, а что если вот так по-быстрому попробовать проскочить сейчас? Есть, проскочил. Проскочил, прикольно. Прикольная аномалия, честное слово. Так, только дальше, получается, что у нас там? Так, а дальше у нас тут ничего такого интересного нет. Только железные двери, через которые я не смогу, да? Да, через них не получится пройти, к сожалению. О, ну тут лестница есть. Так, ну лестница меня спасёт, мне кажется, по-любому. Кстати, мне бы жрачки какой-нибудь найти, потому что что у меня? Две консервированные банки с картофелем осталось. И в принципе... А, нет, ничего не осталось. Да, ничего не осталось, только вот две оловянные канистры. И на этом всё. О! Так, это, в случае, не тот бар, о котором упоминали эти бандосы. Там даже люди стоят, кстати! Там даже люди стоят! Нифига! Бандит? Военные? Они даже между собой не стреляются? А как это возможно? Так, чё там, кто ещё? А, монолитовцы стоят! Это же те монолитовцы! Я помню, как я тогда военного спас от монолитовца. И здесь... А, я понял! Походу здесь на каких-то барных точках, получается, значит, там торговец. По-любому, там торговец какой-нибудь есть, мне кажется, местный, типа Сидоровича, потому что на нейтральных, видимо, тут... Обалдеть, как тут всё придумано в этой зоне отчуждения? На нейтральных территориях, получается, никто друг с другом не воюет. То есть, я теперь туда могу спокойно пройти, насколько я понимаю. Так, всё, я погнал. Я погнал туда! Так, главное, чтобы только на меня никакой мутант не напал на этой стройке, потому что стройка выглядит как-то не очень дружелюбно. Я даже её осматривать, обыскивать не буду, потому что я очень хочу поскорее уже найти место для ночлежки. А ночевать на этой стройке мне, честно говоря, не особо хочется. Так, чё это там? Ой, чё это тут за звуки ещё доносятся? Нет, тут мутанты! Тут, кстати, это мутанты, видимо, какие-то есть всё-таки. Насколько я понимаю. Как отсюда выйти-то вообще? Эй! Блин, чё-то как-то это не особо понятно. Ладно, попробую перепрыгнуть. Опа! Вот сюда тогда. И, в принципе, по-моему, отсюда можно... Ёперный! Нет, только не это! Только не здесь! Вы серьёзно, что ли? Откуда вы появились? Идите туда, нападайте. Там же люди с автоматами. Так, ладно. Эй, ребята! Блин! Блин, они бегут за мной! Я не могу разогнаться! Ребята! Мужики! Помогайте! Ёперный! Театр, они тут перед нами прямо... Твою монолитовцы! Всё, ребят, проснулись! Ребят, проснулись! Давайте, давайте! Пацаны, стреляйте, стреляйте, стреляйте! Аккуратно в них! Сейчас мы их завалим! Завалим! Всё, великолепно! Обалденно! Обалденно, мужики! Спасибо! Всё, спасибо большое! Да, вот эти, конечно, территории, они офигительные, потому что тут никакие группировки друг с другом не воюют! Ой, ладно! Всё, здрасте! Это не тот? Нет, по-моему, не тот военный! Так, ладно... А, тут с автоматами, наверное, нельзя доходить или можно? А, нет, по-моему, тут все... Ладно, все с автоматами сидят, но я не буду доставать, потому что, мне кажется, тут какой-то закон действительно есть о том, чтобы никто друг с другом ни в коем случае не воевали! Так, туда жили? А, тут на ночлежку можно остаться на самом деле! Прикольно, плакаты висят какие-то тут... Классно! Классно! Вот эти плакаты я уже давно видел! О! Снова значок бандитов! Это сталкер или, не знаю, что это такое, радиация, короче, тут тачки у них у всех стоят! Такое чувство, как будто кафешка в обычном месте! Обалдеть! Реально! Тут всякие люди сидят! Классно! 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 Вот тут знак долговцев, моноли... О! А вот он, походу, торговец-то, барахольщик какой-то! Так, ща посмотрим, кто такой! Добрый день! Не подскажете, что у вас тут почём вообще? Здравствуй, здравствуй, дорогой! Что почём? А я смотрю, ты этот... Вольный сталкер-одиночка! Откуда к нам пожаловал? Откуда пожаловал, да? Я своя долгая история, честно говоря, каким-то случайным образом попал сюда, и из этой чернобыльской зоны вообще выбраться никак не получается. Так, а так, я от Вермута, получается? От Вермута? Странно, никогда бы не подумал, что ты можешь оказаться от Вермута, слушай. Тут просто очень давно ходят слухи, якобы этот Вермут не очень тесный человек. Он таких новичков, как ты, к себе набирает, а потом какую-то чёрную работёнку заставляет их выполнять, а как только приходит время, он от этих ребят, молодых сталкеров, просто-напросто избавляется. Слушай, а откуда ты всё это знаешь? Просто понимаешь, со мной такая история вышла. За мной должен был человек приехать, а в итоге вместо этого человека бандосы откуда-то именно в то место приехали, где я был. Понимаешь, откуда эти бандиты могли знать то, что я нахожусь там? Вот я тебе о том же говорю. Он как будто бы этих молодых ребят подставляет, но я смотрю, ты с этими бандосами справился, мы-то тут все стрельбу слышали. Да, справился так точно, у меня тут это, калаши, короче, их не есть, ты покупаешь? Да, конечно, покупаю. Смотри, слушай, вот мой ассортимент, выбирай, бери что хочешь. Ну а так я тебе скажу на дальняк, ты этому вермуту лучше особо не доверяй, ладно? Если ты одинокий старчик, лучше походи. Поговори со всеми здесь, кто в этом баре находится, познакомься, может быть тебе работенку подкинут. Но с этим вермутом я тебе советую не встречаться, он явно мутный тип. Я понял, я понял, а это, я у тебя ассортимент... Слушай, а что у тебя за пушки там такие, а сколько они стоят-то вообще? Эй, слушай, такие вещи дорого стоят, и даже на них пока что не заглядывайся. Вот. Слушай, артефакты покупаешь? Артефакты? Не, артефакты не покупаю, тебе к учёным надо. А не подскажешь, где учёные находятся? Эй, не, это не так просто узнаётся. Надо на ночлежку оставаться, ты оставайся, а всё остальное ты в пределах Баура. Узнавай. Хорошо, только автомат не поднимай, тебе сразу пуля в башку пустят, мозги наружу будут, понял? Да, договорились, спасибо большое. Так, ну что, я тогда посмотрю, что тут у этого барахольщика есть. Так, чё он тут получается? О, калаши скупает по 16 деньжат, получается, за каждый. Ну, я тогда, наверное, раз, два, три, четыре, обалдеть можно! Это намного больше, чем у Сидоровича, получается. Я бы у Сидоровича никогда столько не строговал. Так, чё, ПМ-ы можно ему сдать, получается? Так, ПМ-ы тут, видимо, только с магазинами, но у меня магазинов-то нет, вот в чём проблема, эх, жалко. Жалко, 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 ладно, может быть, ассортимент к утру там обновится, и я всё это тоже продам. Так, что у него можно ещё? Получается, ух ты ж, можно патроны покупить, кстати. Блин, один патрон, 5,45, на калаш стоит аж четыре... Ладно, буду это баксами называть, окей, четыре бакса, допустим. Так, может тогда... Я, пожалуй, это, я, наверное, реально сейчас немного вот так вот понабираю вот столько. Да, думаю, 12 патронов мне будет достаточно пока, что больше ничего не буду покупать. Я вот лучше консервированную картошечку возьму, блин, офигенно, четыре, четыре банки целых. Вода у меня есть, кстати, вода чё-то дорогая здесь. Так, и какая-то граната тут есть, получается осколочная, огненная, М18 дымовая, прикольно, классно. А чё такое кейс? Слушай, а что это за кейс X-15? За... за 100 тысяч! За 100 тысяч какую-то золотую карточку! Слушай, чё это за кейс? А, слушай, это кейс очень ценный. Кто таким кейсом владеет, тот полностью Припять может контролировать. Там все данные находятся. Да ладно! Ладно, спасибо тебе, спасибо. Блин, такой кейс, такой кейс был у... Я Вермуту такой кейс доставал, когда в бункер в Припяти отправлялся у бандитов такой кейс забрал. Так это у меня в руках был кейс за 100 тысяч, в котором были все данные от Припяти, а я его Вермуту отдал. Этот Вермут, гад, ещё не сказал, что это такое. Так Вермут, получается, точно предатель тогда. Ну его нафиг. Я с ним вообще больше дела иметь не буду. Он меня продал, получается, этим бандосом. Заказал меня, а они должны были меня пристрелить. Ладно, всё, это Припять, она никому никогда ничего не прощает. Всё, Шиди, успокойся, найду себе здесь других друзей. Короче, всё, я буду выкарабкиваться. Буду сам тогда в этой месте подниматься. Понятно всё. Так, чё тут у нас? Где свободные койки-то есть? Так, чё тут? Здесь занято, занято. Ой, две свободы, тут кровяка какая-то. Не, я здесь спать точно не буду, но его нафиг иметь не надо. Ой, так, здрасте, господа военные. Тут бильярд даже есть, прикольно. Да, красиво, конечно, в этой Припяти, но законы здесь крайне-крайне не совсем, как у нас в обычном мире. Ладно, всё, я спать, тогда утро вечера мудренее. Ну этот гад вермут! Ладно, всё спокойно, то есть человека разбужу. Во, кстати, свободное место классное, даже окошечко маленькое есть, прикольно. Ладно, всё, действительно, утро вечера мудренее. Завтра поговорю с местными людьми, может быть, кто-то мне какое-то задание сопоткинет. Да и мне бы вообще до учёных добраться, да и артефактом продать.